всем здравствуйте сегодня хотел бы начать новый проект камаз 4310 он у меня будет в двух исполнениях оранжевым будет бензовоз и вот такая модель будет сидельный тягач хочу сделать тягать чтобы таскал с собой танк не знаю получится это или нет вот но хочу попробовать это дело для кого-то это видео будет как видео урок по сборке потому что в конце видео я вам расскажу очень очень интересную информацию вот сейчас я вам расскажу как вообще делался этот проект начинался этот проект и в интернете есть файлы для скачки вот этой модели именно для шасси vpl 16 масштабе вот этого камаза вот и мне захотелось сделать его в двух вариациях вот захотелось оранжевой с белой мордочкой и все равно не хочу я отступать от темы военной вот потому что все остальные модели зеленые военные хаки вот решил я сделать еще все таки камаз чтобы был военной на и просто так его сделать с кузовом или с кунгом не особо мне интересно захотелось мне сделать сидельный тягач вот значит что принтер у меня не вау какой простенький самая дешевая модель вот и большие детали я боюсь как выпечатать потому что бывают сбои и как бы печать слетает поэтому я поделил кабину на много разных частей вот и сейчас мы с вами начнем вместе это дело собирать есть такая вот коробочка у меня которую я сложил все детали ушки и я вам сейчас покажу как это все дело выглядит что-то я немножечко покрасил то что внизу будет но потом это все остальное будет докрашиваться вот потому что надо собрать а иначе клеится будет плохо сейчас я все это дело достану все детальки и уже пошагово буду с вами собирать видео получится долгим поэтому запаситесь терпением либо мотайте вот насколько элементов я разделил этот проект вот поделил чтобы печаталась более безопасно если не дай бог печать идет брак чтобы можно было не сильно бояться что по времени это затянется и будем очень долго этого ждать и опять может что-то испортится поэтому я все это дело разделил вот на такие вот элементы кое-что время было сделал вот допустим рамочка со стеклами я ее покрасил вот потому что она отсюда будет просто вклеиваться вот вырезал я еще на этой модели нет здесь будет значит стеклышки такие вот как будто бы приоткрытые вот так камаз жара в машине вот далее бампер вот такая вот модель очка это более к новой версии конечно бампер относится потому что у у них тут тоже есть подразделение у кого-то здесь поворотник у кого-то здесь фары вот разные у кого-то здесь крюки стоят для жесткой сцепки вот ну что есть говорит 100 распечатал вот тут несколько позиций значит что нам потребуется для сборки нам потребуется клей клей я назвал его хаки вот нам потребуется кисточка кисточка у меня будет лежать на подставочке чтобы не капало с нее вот и в принципе немного времени наждачка потому что не каждый элемент будет хорошо прилегать из-за усадки абс пластика да я не сказал то что печатаю свои модели из абс пластика вот так что следите за проектом камаз 4310 вот а мы с вами начинаем самое простое с чего можно начать это сборка бампера потому что есть основа которая будет цепляться на раму вот я в принципе на образце могу показать у метод кучу про это просто набросок он тоже не собрал просто стоит я мозг ему прикрутил вот потому что он будет вы по ходу проекта увидите он будет также на своей новой независимой подвески вот она с качалками видите просто тут как бы просто собран немножко вот для пробы но в принципе видно как это дело все работает то что подвеска живая вот все на принтере некоторые моменты мы сделаем из металла вот это касается значит самих рессор вот что-то там усовершенствуем ну посмотрим каждая модель они будут эти модели будут разные это одна модель это другая это бензовоз это сидельный тягач вот они будут разные по своему по своим характеристикам в любом случае но совсем это как говорится городская такая штатная модель не будет потому что колес нету метких тонких да и в таком размере она на тоненьких колесиках грубо говоря как анатомии она ехать нигде не будет а мы в основном катаемся но по бездорожью ладно отошел опять немножко темы начнем займемся сборкой здесь все легко есть отверстие есть бампер вставили докуда она заходит все бампер сел он готов сторону его так с чего нам начать давайте соберем крышу значит что у нас по крыше крышу я немножко подточил так как я говорю усадка пластика есть тут надо играться с настройками с заполнением с покрытием чтобы было сколько слоев верхних нижних ну это нюанс уже принтера вот я думаю что на дорогих принтеров проблем вообще наверное нету но не знаю не буду утверждать вот смотрите значит из чего собирается крыша крыша собирается значит и самой крыши дальше вот такая значит вот такие упоры для дверей упор для лобовой части вот и люк начнем собирать вот эта вот часть она просто плавненько вот сюда вставляется и вот мы и заводим аккуратненько не ломая ничего до конца вот она уходит должна сесть полностью супер качество как я говорю всегда я не ожидаю но красиво копийная и не так как у всех когда человек к чему-то хоть прикладывать свою руку это уже лучше чем просто пойти и приобрести где-то в магазине вот вставили и теперь чтобы вот это вот дело не болталась у нас мы возьмем и немножечко подклеем открываем наш клей аккуратненько и немножечко так как я сделал его таким же цветом чтобы не было его видно хаки потому что эту модель я не хотел красить ничего вот но чтобы все было в цвете я сделал цвет клея тоже хаки все вот так вот мы его сюда помазали вот эту планочку приклеили теперь мы берем и приклеиваем планочку под лобовое она к нему будет прижиматься выбираем угол вот она подходит и вот сюда ее приклеиваем чтобы не было зазоров мазать будем только планку но планку будем тумма за чуть-чуть пожирней надеюсь вам видно если не видно потом не отпишитесь я вам дополнительно дам информацию здесь ничего сложного нет детальки немножко подшкурить чтобы просто было соприкосновение получше клей в принципе схватывается быстро сейчас чуть-чуть я его подержу это не супер клей но все равно подсыхает он очень быстренько вот так и вот так вот это дело выглядит планочка отсюда планочка отсюда и планочка сзади все приклеилось у нас практически вот убираем это дело в сторону люк не приклеили вот люк точно также вот я зачистил снизу вот тут в принципе клей не буду зачищать потому что вот этого этой площади хватит клей очень делает хорошую акдезию вот быстренько растворяет верхний слой и поэтому мы положили пошевелили выставили как нам надо и все люк готов убираем это дело в сторону тут уже у нас ничего не отвалится так что мы делаем дальше вариантов много вариантов много давайте приклеим у нас есть вот такие часть называется боковая сторона двери вот и вот такие вот промежуточные элементы так это у нас правая сторона это вот левая видите здесь я под зачистил вот чтобы прилегание было вот более хорошее давайте эти элементы мы сейчас вами приклеим друг к дружке мазать будем вот эту часть клеем потому что по ней понятно где у нас прижимается что то же самое быстренько намазываем кстати клей испаряется вот закрывать его надо хорошо в пластик его нельзя только в стекло он кстати также очень хорошо заполняет все шероховатости если его допустим прям по лицевой части мазать но становится глянцевым вот видите про моментально подсыхает поэтому мы быстренько это дело все соединяем подгоняем все краюшки конечно стараемся следить за лицевой частью побольше потому что сзади то не особо видно поджимаем все выдавливаем клей он выходит мы можем пальчиком быстренько размазать к пальцу он особо не прилипнет и вот так вот проходим каждый элемент потом наждачкой почистим если будет очень некрасиво вообще я как уже повторюсь хотела делать его военным и красить его не хотел поэтому печатал на из пластика тоже цвета хаки вот так вот приклеилась панель вот видите внутри бортик такой двери кстати у этой модели могут быть открывающимися надо их просто выломать и поставить сюда петельки врезать и все и можно делать открывающиеся двери вот я это делать не буду я оставляю так так бампер у нас есть уже крыша и получается левая сторона так теперь берем и делаем правую сторону значит небольшая еще информация почему я говорю то что это видео для кого-то может быть как бы видео инструкция эта модель камаза будет доступна кабина будет доступна для заказа вот и ее можно будет приобрести поэтому она придет вам в точно таком же варианте потому что я сделал эти файлы которые у меня будут нормально печататься так вот этих вот частей у меня много вот это я уже потом посмотрю какие покрасивее это у нас воздухозапорники как бы там стоят будем их уже по месту делать так поехали дальше что у нас следующее следующее давайте соберем заднюю часть заднюю часть автомобиля она у нас состоит из полочки вот такой и вот такой задней части тут прилегание небольшое аккуратненько вот сюда мажем наш клей прилепляем можно повозить туда-сюда получится то что оба обе стороны подрастворяться немножечко и склеится лучше вот такой вот шовчик левая правая лобовое капот крыша и задняя часть вот в этих местах где у нас идет со стыки в принципе можно взять и вот так вот прям клешком пролить как дополнительное будет у нас для дополнительной крепости он зальется и получится такой вот бугорочек так пока сохнет в сторону давайте сейчас значит следующий момент лицевая часть здесь у нас как бы торпеда вот места подкрепления дворников вот дворников пока нет но они тоже будут вот и вот эти части я тоже подшлифовал и вот так вот это собирается сюда можно руль педали сиделки все можно дело поставить и собрать уже копийную такую кабину вот и все подгоняем все наружные элементы все пасеки все переходы чтобы все было ровненько красиво смотрите раз два три и уже вот он нарисовывается так давайте приклеим значит к этой части к средней части нашим заднюю часть можно повоксурить туда-сюда вывозить чтобы было побольше клей побольше створил пластика на обеих деталях и поджимаем так смотрим дальше вот теперь у нас тот элемент лицевой и мы его с вами вот сюда аккуратненько прикладываем проверяем и приклеиваем вот здесь вот уже все хорошо спереди у нас уже все отличненько вот только почему-то торпеда у нас куда-то убежала чуть-чуть мы ее подсогнем вторая сторона намазываем здесь можно намазывать поближе к углу потому что небольшой свес есть и прям по контуру пробежались спереди не надо намазывать там у нас будет лобовое вклеиваться она будет склеиваться чуть попозже если кто-то соберется заказывать вот косячки все равно есть поработать наждачкой придется вот но как говорится вот она модель который я сам сейчас клею вот вы уже видите то что есть что вы будете заказывать потому что сверх естественное я вам предложить не могу вот смотрите крыша приклеилась клеющих я убрал все везде хорошо небольшой зазорчик вот здесь поджали крышу подождали пока прилипнет то же самое по всем углам пробежались вот она она у нас кабинка с вами так значит что мы дальше делаем для информации мы вставляем лобовое стекло она вставляется вверх и внизу загоняется в углы идеально кстати вот на этой модели еще даже лучше она сюда садится вот сразу уже и внешний вид ближе к истине так ну ладно лобов пока мы вытащим он нам не нужен пускай крыша получше приклеится лучше потом подточить что-нибудь чем тут появится у нас зазоры вот смотрите давайте сейчас приклеим мы крылышки только перед этим мы немножечко их шлифонем чтобы они лучше прилипли возьмем наждачечку моем случае 120 вот такая утром получается она ровненькая все мажем крылышки и приклеиваем не перепутаем левую с правой стороной в принципе уже все нормально все приклеилось мордочку мажем здесь мордочку мажем верху внизу где фары по бокам вот меня она прилипает не везде но мажем пожирней ну и для тех кто смотрит мое видео до конца та информация о которой я говорил в начале вот такой комплект кабины будет разыгрываться в начале следующего месяца для участия в розыгрыше вам надо быть подписанным на канал в ю тубе на группу вконтакте ну и по желанию на инстаграм вот из подписавшихся мы и будем с вами выбирать счастливчик а который выиграет вот такую вот кабину кабина будет разборная собирать вы будете я сами по своему желанию как вы хотите шлифуйте подгоняйте клейте просто так как она есть вот цвет кабины пока неизвестен вот это будет либо черный либо синий либо коричневый цвет вот соответственно в любом случае придется его грунтовать так что смотрите друзья вот такая вот кабина у нас с вами получается очень быстро мы с вами собрали сложности никаких нет вот пожалуйста брат близнец не знаю конечно не хотел я ее красить но может быть я ее все равно покрашу но хотел вот именно собрать и показать как она будет выглядеть просто из под принтера вот она смотрите дальше мы прикручиваем бампер дальше мы вставляем лобовое стекло и устанавливаем на шасси так лобовое стекло неправильно поставил как тормашками бывает вот и устанавливаем его на шасси так еще несколько моментиков осталось который я не упомянул у нас есть еще с вами подножки они вставляются вот сюда тоже мы подтачиваем приклеиваем устанавливаем 1 2 и вот такие у нас есть воздухозапорники который мы с вами вот сюда поставим все это дело подкраситься все это дело еще под зальется клеем и будет будет уже совсем совсем другой а мы с вами сейчас перенесемся на пять минут вперед так как проект делался под шасси от vpl эту модель я решил собрать на базе урала но на базе урала не просто разобрать урал а сделать подвеску такую же как на урале также будет работать вот единственное что будут металлические рессоры будет все независимо и красиво вот так же будет дополнительно стоять секция с колесом откидывающимся дополнительными баками вот но это уже будет на сидельном тягача вот такая вот модель и вот тут у меня есть еще одна интересная штучка вот такой вот бампер планируется на камаз и так как это будет с вами у нас сидельный тягач у него будет седло полностью защелкиванием совсем вот такая вот интересная штука но есть одно но модель делалась от производства конструировалась под vpl 6 а я решил пойти немножко другим путем я решил поставить свой камаз на 6 от mz почему спросите вы потому что у него более все мощное мощнее мосты если их не тюринговать конечно вот мы берем все штатные мощнее мосты коробка штатная хорошие 2 и 4 сразу серво стоит пропорциональная газ пропорциональный вот смотрите на что я вам хотел продемонстрировать так я его немножечко уже подразобрал чтобы нам потом с вами здесь долго не ковыряться я все это дело откинул вот такой он получается и смотрите с вами сейчас происходит прям первая пример очка чуть-чуть не лезет чик смотрите колесики прям идеальный немножко конечно с к по спасаткой мы еще поработаем потому что сейчас мешается все вот и здесь и вот тут вот будет как-то у нас куда-то мастырица врезаться седло здесь у нас будут дополнительно баки вот такая вот интересная модель должна у нас получиться я думаю что интересненько должно быть интересный протектор у колес будет это все дело давайте пока так представим с нашим бампером вот так что проект камаз 4310 объявляется полностью открытым и готов для заказа если кого-то это заинтересовало обращайтесь расскажу если у кого-то есть принтер скину файлы так что смотрите я думаю что проект интересный подвеска будет здесь меняться смотрите следите за проектом подвеска такая на mz не останется она будет мягенькая вот она будет по типу vpl но она будет полностью дорабатываться передняя подвеска будет на серьгах что то что это вот все будет мягенько все будет красиво ну все первое видео по сборочке нашего камаза подошло концу вот такая вот моделька получается у нас потихоньку ну все если вам понравилось жду ваших лайков ну и лучше конечно комментарии ну все до новых встреч пока